МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в стране и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Нас по полному, так сказать, беспределу выгоняют в завод. Мы проработали не один десяток лет. Сотрудники предприятия «УАЗ-Автокомпонент» в Ульяновске в скором времени могут остаться без работы. Я каждый треск слышу и не сплю. Как-то где-то что-то треснет. Я встаю, свет включу и смотрю эту стену, чтобы мы не рухнули в ГИС. Приватизация жилья с 2017 года в России становится бессрочной. Поможет ли это жителям аварийных домов решить квартирный вопрос? По сути дела состояли за эти годы два погрома армии «Ельцинский» и «Сердюковский». Это самая позорная страница за тысячу лет нашей истории. Защитники без защиты. Кто угрожает российской армии 21 века? Наблюдая за Сталином, можно заметить, что человек печется интересами народа, интересами государства. А вот давайте посмотрим на нас. Мы печемся об интересах государства или больше о собственных интересах печемся? Художественный взгляд. В Ростове-на-Дону состоялась премьера спектакля «Сталин – часовщик». Сотрудники предприятия ОАС «Автокомпонент» в скором времени могут остаться без работы. Под сокращение попали около 300 человек. Работники предприятия уверены, что их сокращают незаконно. В течение месяца работодатели переводили своих сотрудников на Ульяновский автозавод. Якобы там открылось новое производство автокомпонентов. Перевели, однако, не всех. 262 человека остались работать на дочернем предприятии завода «УАС «Автокомпонент». Вы работники на сегодняшний день «УАС «Автокомпонент». Поэтому какие-либо вопросы, связанные с вашим трудоустройством, с продолжением работы, с соблюдением действующего законодательства по поводу освобождения, пожалуйста, отдел кадров «УАС «Автокомпонент». Неприятным сюрпризом для оставшихся работников стали уведомления о сокращении. «УАС «Автокомпонент» решили ликвидировать. Нас по полному, так сказать, беспределу выгоняют в завод. Мы проработали не один десяток лет. Не один десяток лет. Ветераны труда присутствуют в нашей группе. В отделе кадров толком не смогли объяснить истинную причину того, что высококвалифицированных сотрудников не переводят на завод, а на их место берут неопытных рабочих. «Прямо скажем, весьма туманная история, почему с предприятия увольняются именно самые высококвалифицированные работники 5-6 разряда, отработавшие не один десяток лет, имеющие высокую квалификацию, и фактически сразу на их место принимаются молодые, необученные, необстрелянные, что называется, рабочие». Рабочие предприятия требуют соблюдения трудового законодательства на заводе. Они уже обратились к депутатам Госдумы, в прокуратуру, а также к президенту Российской Федерации. В Липецке дальнобойщикам запретили проведение акции протеста, несмотря на то, что заявку они подали еще две недели назад. Водители собрались за городом на объездной трассе. Из-за запрета на проведение митинга все плакаты дальнобойщикам пришлось оставить дома. Иначе штраф от 10 до 30 тысяч рублей. По словам организаторов, именно поэтому же собралось всего около 50 человек. «У нас самый основной вопрос – это продолжение борьбы с системой «Платон», полная отмена «Платона», если вкратце. Потому что мы его считаем незаконным по той причине, что все эти сборы, неизвестно куда идут, прошло полтора года. Мы видим результатов никаких, даже ухудшений видим дорог. У водителей к системе «Платон» много претензий. Дороги не улучшились, а затраты водителей возросли. В среднем каждый из дальнобойщиков за год проезжает около 100 тысяч километров. Цена за километр – полтора рубля. Из-за этого для многих перевозки становятся невыгодными. Люди, которые зарабатывают деньги своим трудом, находятся в таком состоянии, когда в угоду олигархам власть устанавливает очередные еще платежи для того, чтобы обогащать их. Затем дальнобойщики собрались в колонны и с включенными фарами проехали в сторону Липецка. В город они заезжать не стали. Это собрание липецкие водители называют репетицией будущих акций протестов. В Омске выселяют бывших сотрудников МЧС и их семьи. Людям обещали дать квартиры и временно поселили в служебное жилье. Квартиры так и не дали, а теперь вообще выгоняют на улицу. С подробностями Денис Щербаков. Жители этого дома могут выселить в любой момент. Служебные помещения им давали еще 20 лет назад, как сотрудникам МЧС, пообещав со временем предоставить постоянное жилье. С 98-го года мы стоим уже на квартире, на очереди на квартире. У нас тогда считалась многодетная семья. То есть трое детей, три дочери. У нас там в управлении, пока он уже работал, у них иногда вывешивали и список очередностей. Он как-то пришел, говорит, слушай, повешали список, мы там третьи. Но квартиру так и не дали. Муж Маргариты Николаевны давно вышел на пенсию. И вот семье пришло письмо с требованием освободить помещение, поскольку в МЧС он больше не работает. Хотя по закону человека, прослужившего более 10 лет, выселить не могут. 31 декабря. Мы должны были выйти отсюда и все, освободить помещение. Ну... И куда пойти? Куда? На улицу куда? Нам идти некуда. Нам только снимать шилье. К сожалению, за свою жизнь мы не накопили денег себе на квартиру. У Натальи Кушниной муж отслужил 20 лет. Вышел на пенсию и спустя два года его не стало. Теперь Наталья живет одна с двумя детьми. О новом жилье уже и не мечтает. Лишь бы не выгнали на улицу. У меня муж отработал 20 лет. Он честно отработал. Он ушел на пенсию. Он был офицером. Не каким-то вот рядовым, там даже водителем. Но офицером был, майором ушел на пенсию. Ему ничего не предоставили. Он умер, не дождавшись. Юрий Редкозубов – ветеран МЧС. На протяжении многих лет он был в списке на получение жилья, но затем его вычеркнули. Он единственный, кто обратился в суд. Процесс Юрий выиграл. Но прошло уже несколько лет, а решение суда до сих пор не исполнено. Ему тоже пришло письмо. Устав обивать пороги чиновников, Юрий Редкозубов обратился за помощью к коммунистам. Он очень надеется восстановить свои законные права. Нами был направлен запрос в прокуратуру Омской области с требованием, чтобы прокурор как-то повлиял на эту ситуацию в связи с тем, что уже несколько лет данное решение суда не исполняется. На сегодняшний день мы ждем от него реакции, ответа какого-то. И в дальнейшем уже будем делать что-то по ситуации, действовать. Ответы из прокуратуры с надеждой ждут и остальные жильцы дома. В случае положительного исхода они также обратятся в суд. Денис Щербаков, Красная линия. Проблема переселения и приватизации жилья мы вернемся чуть позже, а пока к другим новостям. Следователи задержали начальника управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Юрия Губарева. Об этом сообщает Интерфакс. Губарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Коротко о других новостях в стране. Сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара создано по периметру границы России. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в 2016 году прошли успешные испытания трех новых радиолокационных станций. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить первые площадки для строительства многоквартирных домов в рамках новой программы сноса ветхих пятиэтажек. По предварительным оценкам, речь идет о сносе более 7 тысяч домов, в которых проживают около полутора миллионов человек. Ранее президент Владимир Путин поручил Сергею Собянину снести так называемые хрущевки в Москве и на их месте построить новые дома. Прокуратура требует возбудить еще одно уголовное дело в отношении руководителя Почты России Дмитрия Страшнова. По информации ведомства, Страшнов незаконно выписывал своим заместителям премии почти на 270 миллионов рублей. Ранее Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты премию Дмитрию Страшнову за 2014 год в размере 95 миллионов рублей. С космодрома Байконур запущен ракетоноситель «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс», сообщает ТАСС. Стыковка корабля к Международной космической станции запланирована на 24 февраля. Отмечается, что это последний в истории пуск ракетоносителя «Союз-У». Актер и режиссер Федор Бондарчук может купить долю в Росэнергобанке, пишет коммерсант. Отметим, что «Форбс» оценивает доходы Бондарчука за прошедший год более чем в 1 миллион долларов и ставит его на второе место в рейтинге самых обеспеченных российских актеров. Смотрите далее в информационной программе «Темы дня». Защитники без защиты. С какими главными угрозами сталкивается российская армия 21 века? Приватизация жилья с 2017 года в России становится бессрочной. Поможет ли это жителям аварийных домов решить квартирный вопрос? Приватизация жилья с 2017 года становится бессрочной. Последний раз срок приватизации должен был закончиться 1 марта. Теперь ограничений по времени использовать право стать собственником государственного жилья не будет. Однако право есть, но воспользоваться им могут далеко не все. Например, жители ветхих и аварийных домов. Выходи, соседка, корреспондент с Москвы приехал. Здравствуйте. Вот так и живем. Здесь не было войны. Это мирное время в небольшом российском городке Малая Вишера Новгородской области. Здесь случаются не бомбежки, а пожары. Жилой фонд настолько старый, что дома воспламеняются как спички. Каждый месяц без жилья в Малой Вишере остается как минимум одна семья. У нас ни воды нет, ни отопления нет. Мы сами топим печки, печки дымят. Наталья Корнилова – мама двоих детей. Вместо сгоревшего дома в 2015 году получила жилье в маневренном фонде, то есть предназначенном для временного проживания. В семикомнатном бараке Наталье выделили одну из комнат. Однако условий для нормальной жизни здесь нет. Постройка слишком старая. На стенах плесень, крыша течет, коммуникации старые. Наталья опасается – дом, если не сгорит, так развалится. Вот мне сказали подойти к прокурору, поговорить с ним. Но пока я его застать на месте не могу, так как у него вечные дела. По закону Наталья должна получить новую квартиру вместо сгоревшей старой. Но это по закону. По факту о переезде даже не ведется и речи. Честно, я даже не знаю, что можно ожидать. Может. Некоторым по пять и по десять лет ничего не дают. Таких, как Наталья, в Новгородской области очень много. Однако людям ждать нечего. Спасением была программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Но осенью 2017 года работа по ней прекратится. За пять лет действия этой программы помочь удалось немногим. Только в Маловишеровском районе более ста семей в очереди на переезд из аварийных домов. Но очередь практически не движется. Мы ничего не строим. Мы двигаем ее за счет того, если освобождается какой-то муниципальный фонд, а процент муниципального жилья не очень большой. Поэтому очередь двигается очень медленно. Необходимо строительство нового жилья. Без средств из федерального бюджета проблему переселения в Новгородской области решить невозможно. Такой дотационный регион, как Новгородская область, у нас нет таких предприятий, которые мы могли бы полностью вытаскивать все районы. У нас не будет. Мы всегда будем дотационный регион. Поэтому самим решить проблему полностью переселения ветхого и аварийного жилья, это не получится. Как на пороховой бочке живут и люди из этого дома в Омске. Каждый день перед ними задача остаться в живых. Прямо на глазах у жильцов на стенах появляются новые трещины. И увеличиваются старые. Я каждый треск как бы слышу и не сплю. Как кто где-то что-то треснет, я встаю, свет включу и смотрю эту стену, чтобы мы не рухнули вниз. Мы тоже боимся. В администрации решение проблемы оставили на совести управляющей компании. Но срочных мер пока так и не принято. Было установлено только 8 деревянных брусков. Дом продолжает трещать по швам. Говорят, что будут делать конструкцию швелеров металлическую для укрепления стены. Ну как бы они это уже тоже три месяца говорят, говорят, говорят. Но ничего не происходит. И когда это произойдет, тоже непонятно. Есть целая уголовная статья за оставление людей в опасности. И так как мэрия города бездействует, жильцы в реальной опасности, появляются новые трещины и может произойти трагедия. Ветхое аварийное жилье не единственное, но одна из основных причин, по которой люди не могут воспользоваться правом на приватизацию. Сколько им еще придется ждать решения проблемы, непонятно. Пока дождаться удалось только принятие законом о бессрочной приватизации жилья. Одобренный сенаторами закон является законом социальной справедливости. И каждый раз, когда мы раньше принимали очередной закон о продлении сроков приватизации, это вызывало нервную реакцию населения, создавало очереди в места регистрации. Теперь мы ставим в этом точку. Новость радостная, но, как показывает практика, закон социальной справедливости писан далеко не для всех. Марина Крохмаль, Николай Домрин, Алексей Кочнев, Красная линия. В нашей студии член Координационного совета общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Федорук. Виктор Никонорович, здравствуйте. Добрый день. Какие существуют на сегодняшний момент основные болевые точки в системе ЖКХ? И есть ли надежда на то, что эта система изменится? Болевых точек много. Это и состояние жилого фонда, это и коммунальные услуги, и стоимость коммунальных услуг, и благоустройство прилегающих к дому территории, потому что дом – это неразрывная цепочка и земля, на которой он стоит, и само здание, в котором проживают граждане. И все это должно содержаться нормальным образом, для того, чтобы люди чувствовали, что управляющая компания создает им комфортные и безопасные условия проживания. Но это не всегда получается. Вот это и есть самые те точки, которые нужно решать, но решаются они со скрипом. Есть ли надежда, что все-таки они решатся рано или поздно? Ну, будем надеяться. Надежда умирает последней, и наши законодатели стараются менять жилищные законодательства. Уже сколько было внесено изменений, сколько еще будет. Виктор Никонорович, по всей стране мы можем наблюдать сегодня такую тенденцию. Аварийное жилье массово переводят в категорию домов, которые подлежат капитальному ремонту. На ваш взгляд, почему и зачем это делается? Ну, в первую очередь, наверное, из-за нехватки средств. И ранее честный губернатор говорил о том, что это жилье уже дошло до той стадии, когда оно не подлежит капитальному ремонту. Дешевле его снести и на месте этого дома построить новое жилье. Но для того, чтобы снести это здание, нужно построить другое и переселить граждан в новое здание. Но эти средства, как правило, выделяются в большей части из федерального бюджета. Но не всегда эти потребности региона учитываются в той мере, в которой нужно. И вот получается перекос. Должны руководители на местах как-то выходить из положения и своими средствами пытаются отремонтировать. Теперь же появились деньги капитального ремонта, за которые нужно отчитываться и нужно вовремя их потратить. И для того, чтобы найти место, куда их вложить, вот одна из таких причин перевода бывшего аварийного жилья в подлежащие капитальному ремонту. Но это не всегда себя может оправдать. То есть, получается, деньги, которые люди платят за капитальный ремонт, они тратятся впустую? Если регион собрал деньги на капитальный ремонт и в этом же году их не потратил, значит, этот губернатор должен освободить место и на его место найдут другого. Потому что, с одной стороны, это и правильно, потому что деньги бесцениваются. Людям наобещали капитальный ремонт, но он не проводится. Почему не проводится? У нас и строительных организаций не хватает для того, чтобы провести качественные работы по капитальному ремонту. И самих рабочих специальностей этих строителей не хватает. Деньги есть, но некому их отдать для нормального освоения, для того, чтобы после того, когда эти деньги будут потрачены, не сесть за решетку, как это уже практикуется. У нас даже в Москве один префект уже отсидел, а второй его заместитель пока еще свой срок отбывает за неправильное использование денег капитального ремонта. Виктор Никонорович, а как в целом система формирования тарифов на услуги ЖКХ сказывается и на качестве этих самих услуг, на качестве домов и куда на самом деле уходят деньги? Это еще сложнее вопрос, потому что качество коммунальных услуг и цена этих коммунальных услуг не всегда прозрачны, не всегда взаимосвязаны. Если бы мы действительно видели о том, что тарифы повысились и коммунальные услуги стали лучше, вода стала еще более чище, нет у нас теперь ржавой воды, она поддерживается, горячая вода в том температурном режиме, который прописан в нормативах, мы бы не возмущались. Но этого мы не видим, мы повышение видим, а результата, чтобы качество как-то менялось, это никак не связано. Вот поэтому и недовольство, и поэтому люди требуют пояснения, а грамотно пояснить, не обманув граждан, некому и нечем. Виктор Никонорович, Госдума и Совет Федерации недавно одобрили бессрочную бесплатную приватизацию жилья. До этого было много разговоров о сроках этой приватизации, либо она закончится в марте 2017 года, либо до 2018 продлят. В итоге, почему принято такое решение, что она будет бессрочной, и почему было так много разговоров до этого? Ну, мое мнение, приватизация, конечно, это хорошо, но вот эти устанавливались границы, сроки, по моему мнению, для того, чтобы люди активнее становились собственниками. Потому что от этой активности зависит пополнение нашей казны. Чем больше собственников, тем больше налогов на собственность, тем больше взносов на капитальный ремонт собственники платят. И сейчас у нас уже более 80% собственников жилья стало. И дальше обманывать людей о том, что вот торопитесь, потому что вы не успеете, как-то уже и неприлично было бы дальше еще устанавливать на год, на полтора. Я благодарю вас за беседу, большое спасибо, что пришли к нам. Ну, пожалуйста. Я напоминаю, что в нашей студии был член Координационного совета общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Федорук. Смотрите далее в программе «Темы дня». В центре Киева состоялся марш украинских националистов. В акции приняли участие около 5000 человек. В Ростове-на-Дону состоялась премьера спектакля «Сталин. Часовщик». За последние 25 лет наибольший ущерб отечественной армии нанесли российские политики. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 91-м году, когда власть решила, что не государство и народ превыше всего, а собственность, воробство, коррупция и наглость превыше, то тут все и посыпалось. Посыпалась в том числе и довольно сильная армия, которая без идеи, без умного верховного главнокомандующего не в состоянии нормально функционировать и защищать свое отечество. По сути дела, состояли за эти годы два погрома армии – Ельцинский и Сердюковский. Это самая позорная страница за тысячу лет нашей истории, когда власть, по сути дела, предала и свой народ, и свою страну, и референдум, когда власть разрушала то, что обеспечивало нашу безопасность. Усилиями патриотов России, честных офицеров, талантливых руководителей предприятий удалось сохранить боеспособность российских вооруженных сил. К делу восстановления безопасности страны в 90-х приложил руку и КПРФ. После дефолта, когда все развалилось и обесценилось, пришел к власти Примаков, Маслякова и Герасченко. Мы вместе с Примаковым и Масляковым подготовили программу восстановления безопасности страны. И прежде всего уделили внимание ракетно-космическим войскам. Мы забрали тогда впервые развалившееся производство Тополя-М, который сегодня стоит на боевом дежурстве, обеспечивает нашу безопасность. 650 предприятий вошло в кооперацию. Но меня тогда поразило, что мы вынуждены были с пенсией приглашать людей в 75-80 лет, для того, чтобы они научили молодых, как выполнять те или иные сложнейшие функции по производству самых современных ракет. По мнению лидера Компартии, сегодня российской армии вновь угрожают. И эта угроза исходит не от внешнего врага, а изнутри. Политика, проводимая правительством Дмитрия Медведева, предусматривает снижение расходов на безопасность. Если в целом посмотреть на военно-промышленный комплекс, в последнее время туда влиты большие средства. Но надо помнить, если вы начали производство машин для своей безопасности, вы не можете останавливаться на полдорой. Тот бюджет, который принят на ближайшие три года, резко сокращает осигнование во весь военно-промышленный комплекс и производство современных орудий безопасности. На мой взгляд, это не только ошибка. Это снова может привести к тем трагическим событиям, которые мы наблюдали последние годы. Геннадий Зюганов отметил, что армия была и остается самой мужественной и жертвенной частью нашего народа. Именно она во многом решала судьбу государства на протяжении всей истории нашего Отечества. Сегодня в условиях непростой международной обстановки очень важно укреплять обороноспособность страны. Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал создать комиссию Совета Европы для расследования преступлений, совершенных в дни Евромайдана. Он отметил, что все события тогда происходили при поддержке западных стран и США. Кроме того, Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором призвал в случае нарушения Киевом-Минских соглашений провести референдум о статусе Донбасса. Коротко о других новостях в мире. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией. Кроме того, он обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму. Отметим, что в Кремле не раз отвергали подобные обвинения украинских властей. В центре Киева прошел марш украинских националистов. В акции приняли участие около 7 тысяч человек. Участники шествия направились колонной с площади независимости к администрации президента страны Петра Порошенко. По мнению участников акции, за три года после Майдана не было сделано ничего, что улучшило бы жизнь украинцев. Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который предложил лишить Россию права вета в совбезе ООН, следует сосредоточиться на решении проблем в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, пока международные механизмы неплохо работают и без вмешательства МИД Украины. Отношение американцев к президенту России Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону, особенно среди сторонников Республиканской партии США. Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Гэллоп. Положительно к российскому лидеру относятся 22% граждан Америки. Таким образом, рейтинг одобрения Путина в США достиг максимума за 14 лет. С 23 февраля вступает в силу изменение в соглашении о безвизовых поездках, в соответствии с которым россияне могут посещать Армению по внутренним паспортам. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Нолбандяном. В Ростовском театре драмы поставили пьесу, которая рассказывает о последних минутах жизни Иосифа Сталина. Это даже не пьеса, это философская притча. Подробнее Никита Попов. По задумке автора, перед смертью Иосиф Сталин вспоминает основные этапы своего жизненного пути. Перед его глазами предстает жена Надежда Аллилуева, дети Светлана и Василий, друзья и товарищи. Исполняющий роль главы советского государства молодой актер Вячеслав Огер в первую очередь стремился показать переживания Сталина. Во-первых, он для меня человек. А человек, который, вот если у меня в голове, как у человека, три задачи, вот, съездить на работу, подумать о вечере, что это у него миллионы задач. И для меня, прежде всего, это человек, у которого миллионы задач в голове. Громадный груз ответственности. Но он все равно человек. Иосиф Сталин – человек с большой буквы. Именно таким его показывают в спектакле – вождем, который интересы страны ставит превыше собственных. Режиссер Александр Пудин объясняет – театральная постановка не политическая, однако она способна дать определенный сигнал действующей власти. Наблюдая за Сталином, можно заметить, что, да, вот человек печется интересами народа, интересами государства. А вот давайте посмотрим на нас. Мы печемся об интересах государства или больше о собственных интересах печемся? Мы отправим своего сына даже в армию, не говоря о том, что надо решить, менять, не менять, дать ему шанс быть живым или не давать. Спектакль о сложном периоде российской истории ставят в год столетия февральской и октябрьской революции не случайно. По замыслу автора пьесы Владимира Малягина, это начало диалога двух непримиримых сторон. Иосиф Сталин здесь не оправдывается и не исповедуется. Он объясняет мотивы своих решений. И спустя десятилетия мы понимаем, Иосиф Сталин был прав. Никита Попов, Алексей Кочнев. Красная линия. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания.